Тихо. Внимание, внимание. Тишина. Внимание. Мотор. 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 37, 9, take 1. Камера B. Начали. Все начали. Поехали. Акшен. Акшен. Пошли. Начали. Раз. Два. Три. Акшен. Поехали. Сегодня, дорогие телезрители, вы увидите фильм о том, как мы снимали сибирского цирюльника. Я бы сказал, точнее, как мы поднимали эту махину. Был такой английский фильм замечательный «Одиночество бегуна на длинной дистанции». Там снимался Питер Утул. Мне вообще нравилось всегда это название. И мне показалось, что, может быть, еще одним названием для нашего фильма о фильме могли бы звучать эти слова «Одиночество бегуна на длинной дистанции». Я надеюсь, что вы поймете меня правильно. Я совсем не хочу умолить ту гигантскую, великую работу, которую сделали мои друзья, мои соратники, неся на себе огромный груз ответственности за каждый участок, на котором они работают. Но все равно последнее слово за тобой. Последнее решение твое. Ты отвечаешь за все. Я думаю, что, может быть, вы поймете, посмотрев наш фильм, что порой это бывает действительно очень трудно. Но я не жалуюсь, ибо я вообще считаю, что индивидуальная ответственность намного важнее, чем коллективная безответственность. И «Оскар» идет к России, для «Брандт по солнцу», принимая директора Никита Микалко. Наш сибирский цирюльник реально начался не тогда, когда мы с Рустамом Брагимбековым закончили сценарий в 1988 году, а в тот самый вечер в марте 95-го, когда мы с Надей шли получать эту заветную золотую статуэтку, о которой мечтают все режиссеры всех возрастов и всех континентов. Потому что именно «Оскар» давал нам надежду собрать деньги на съемки самого дорогого европейского проекта последнего десятилетия. Это странное чувство. Когда ты получаешь заветную награду, а мысли твои далеко обогнали время. После «Оскара» через полтора года гигантской подготовки мы должны были начать снимать. Но чем ближе приближался первый съемочный день, тем больше меня охватывает страх. Многие считают, что надо снимать новую картину, как последнюю. Нет, как первую. Все заново. Новый язык, новая пластика, новый масштаб. Особенно в этом фильме. Гигантский масштаб. Огромные массовки, широкий формат, иностранные звезды. Без уверенности, без вдохновения такой картины не поднять. Но где черпать их, где найти? Самое главное, что никто тебе в этом не поможет. Это как болезнь. Сам не осилишь, ничто не спасет. Время шло, а душа была пуста. За день до съемок, дойдя почти до полного отчаяния, я решился на странный шаг. Я попросил Людмилу Павловну Греченко, директора Дома-музея Василия Ивановича Сурикова в Красноярске, разрешить мне переночевать в доме прадеда. Она разрешила. Где, думал я, можно черпать силу духа, мощь темперамента, как ни в доме великого художника, одного из лучших русских исторических живописцев. Я не могу объяснить, чего я ждал от этой ночи. Но это была последняя надежда. Меня положили в комнате моего двоюродного прадеда, Александра, брата Василия Ивановича, на которого я говорил очень похож. Это была жуткая ночь. Дом не принимал меня. Он кряхтел, вздыхал, стонал. Кто это? Почему этот человек здесь? Наверное, думал дома. Я промаялся до шести утра. В шесть я провалился в сон. Все меня разбудили. И странно, я был бодр, абсолютно спокоен и свеж. Горячий чай в доме прадеда с сибирскими шанишками, поклон старым иконам и все. Не оглядываясь, без всяких сомнений, я нырнул в фильм длиною в три года. Для многих читающих модные журналы про кино, съемки – это некий такой сказочный процесс, полный удовольствия, наслаждения, в конце которого тебя ждет слава и деньги. А на самом деле это тяжелейший труд. Тяжелейший, полный неожиданностей и проблем. Вот, например, здесь, уже на первых порах, на первые съемочные дни нам приходилось доставлять группу на вертолетах МЧС в те места, куда нога человека не ступала. Это было почти в 400 километрах от Красноярска, в глухой тайге. И все решать надо было прямо здесь, прямо сейчас, как на фронте. Вертолет сейчас сядет, потом поднимется, заберет Ларису, повезет этого. Ну что вы, можете сильно экономить других людей. Это ж не в санаторий, подниматься сюда с ящиками. Ты знаешь, что это такое? Кстати, об МЧС, о котором я уже упомянул. Если бы не братская помощь моих товарищей, и особенно Сергея Шойгу, Юры Воробьева, не снять нам этой картины. Потому что снимать кино сегодня в нашей стране, а тем более такое, это постоянная чрезвычайная ситуация. Ваша рука где? Покажите! Я уже говорил, что самое трудное, это момент, когда нужно перешагнуть через порог начала фильма. Когда нужно сказать первый раз в первый съемочный день, это зоветное слово мотор. Но поверьте, в тысячу раз труднее начинать картину с ее финальных кадров. Потому что ни актеры, ни группа, они еще не прошли этого пути, они еще не набрали, они не притерлись, они еще не могут по-настоящему прочувствовать все то, что должны сыграть и сделать в финале. Но производственные обстоятельства порой бывают сильнее тебя. И тогда на помощь твоей растерянности, которую, кстати говоря, ты не имеешь права показать, приходит интуиция, концентрация, а иногда и Божье озарение.